Итак, знакомьтесь с финалистами. Бойет в синем углу. Ему 26 лет. Рост 170 сантиметров, вес 66,3 килограмма. Профессиональный рекорд состоит из 11 боёв, 9 побед, 2 поражений. Его стиль ММА. Дамы и господа из Кыргызстана, Канабек Келти Пеков. Его соперник к красному углу. Бойцу 19 лет. Рост 175 сантиметров, вес 66,3 килограмма. Его профессиональный рекорд без поражений, 6 боёв, 6 побед. Его стиль бокс из УРУ Спортана Россия. Непобеждённый Асхаб Сулфаген. Итак, бой под номером 15. Решающий поединок в рамках гран-при Беркут. Нас впереди ещё ждёт ряд рейтинговых боёв основного карда. Ну а сейчас мы будем наблюдать противостояние. За противостоянием Канабека Келти Пекова из Кыргызстана и Асхаба Зулаева из России. Ну и вот начинается этот сверхинтересный, сверхинтригующий поединок. Два ударника. Канад Килти Пекова и Асхаб Зулаев. Ну и посмотри, Асхаб Бек, как хорошо Зулаев сложен для этой весовой категории. Очень мощный боец. Да, на 66 действительно. Очень хорошо сложен. Очень устойчив на ногах Асхаб Зулаев. Базовый ударник, который при этом очень хорошо борется. Хороший миддлкик. Пришёлся, получился хайкиком, потому что соперник нагнулся. О, опаснейшее колено! И вот то самое колено, о котором мы сегодня уже говорили с вами. Спасается в клинче от этого удара сейчас Килти Пеков. Приходит в себя. Да, действительно, большая трата энергии со стороны Канада Килти Пекова и просто ноль отдачи. То есть нет перевода, а есть потраченные силы. Очень тяжело, конечно, психологически. Такие моменты, когда ты не можешь перевести соперника. У Асхаба очень мощные ноги, его тяжело перевести. Но всё-таки эта устойчивость, конечно, даёт ему возможность оставаться на ногах. Да, сейчас Канада Килти Пекова, если не получится сейчас провести тейк-дам, будет очень тяжело в дальнейшем, потому что очень опасная ситуация. Вероятно, он вложил силы, которые он планировал вкладывать на раунд целый. А тут в одном эпизоде. Ну и, конечно, физически, как уже Адам отметил, особенно ноги, тяжело, конечно, его сдвинуть. Да, ноги там очень мощные. Ещё и локти включает Асхаб Булай в ход. Да, действительно, не позавидую сейчас Канаду Килти Пекову, потому что первый же момент с разрывом дистанции Асхаб Булай. О, ещё одна колена, ещё одна в коробку. Два колена и боковые. Удар от Килти Пекова и локоть от Булай. Килти Пекова снова возвращается на исход, и тяжело, вот он, вот сейчас и в психологическом плане тяжело, потому что пытаешься провести тейк-даун, не выходит. Чуть-чуть поднимаешься, тут же получаешь и стойки, и опять надо продолжать, и пленчевать соперника. И снова колени в ход включает, чередуя колена. Боковой пытался выбросить Килти Пеков, но слишком близко он находился к сопернику. Опять колено. Вилай включает. Очень опасные колени у этого бойца. И обратите внимание, как он защищается, сколько он гибкий. Всё-таки продолжает давлять, давлять, а Килти Пеков старается всё-таки провести этот самый тейк-даун. Он не унимается, киргизский боец. Но эта устойчивость всё-таки не даёт возможность Килти Пекову перевести его в парты. Очень хорошо защищается он от борьбы. Ещё один удар коленом. И Килти Пеков тоже обозначает активность. За полторы минуты до конца первого раунда Ашот Ашигян возвращает в центр клетки бойцов. Идёт вперёд канат Килти Пеков. Очень медленный удар, конечно. Хороший хай-кик. О, колено. Всё нормально показывает канат Килти Пеков. Килти Пеков, человек, который любит на публику поиграть. Мы это видели в поединке с Эйфулла Джабраиловым. И ещё фрага боковой. Килти Пеков меняет стойку. Видимо, готовит колено или миддл-кик. Хороший миддл-кик уже от Килти Пекова. Боковой удар. Всё-таки это серьёзная проверка для Асхаба Зулаева. Что ни говори, канат Килти Пеков очень опытный и терпеливый боец. Справа попытался он достать. Левый налево сейчас выбрасывает. После этого Джаб и миддл. Посмотрите, ещё раз слева. И двойка, ещё одна двойка. Ещё одна двойка. Но Зулаев в атаке. Нельзя именно Асхабу, Джаб пропускает Зулаев. Нельзя Асхабу поддаваться на эти провокации. Потому что он зря будет энергию свою терять. И терять голову. И опять попытка тейкдауна от Килти Пекова. Сейчас уже кажется, что у него больше шансов его провести. Подустал Асхаб постоянно защищаться тоже тяжело. Конечно, конечно, очень тяжело. И ноги затекают. Но всё-таки не даёт он себя побороть к кыргыскому файтеру. Ну и насколько же бескомпромиссен именно Канат Килти Пеков. Казалось бы, на его месте другой уже подсел бы психологически. Он продолжает идти вперёд. И продолжает бить ниже пояса где-то. Судя тоже это должен видеть. Зулаев так дерно отвечает. И удар после гонга. Это, конечно, в пылу. И вот именно сейчас будет проявляться самое важное качество, как характер. Потому что Асхаб без сомнения очень одарённый боец. И боец характера, мы это видели. У него были трёхраундовые бои. Вот такого давления я не помню, чтобы кто-то на него оказывал. Здесь, конечно, нужно терпеть. Эти удары на грани пола от Килти Пекова, это не просто так. Они очень серьёзно сбивают дыхание от соперников. Через это нужно сейчас Зулаеву, конечно же, через такой бой тоже пройти. Но мы видели, что его друг в предыдущем поединке тоже встречался с очень мастеровитым бойцом. И вот как себя проявил. Посмотрим, что получится у Зулаева. Пока что мы видим, что в стойке есть некое преимущество, но нельзя сказать, что оно очевидное. Да, вот там он вначале коленом здорово попал, но дальше где было такого, что прям разбивает он Килдебекова. Если честно, Килдебекова был очень активен. И здесь даже непонятно, как судьи оценят. У Асхаба были попадания, действительно. Но и у Каната они были. Пусть и не такие впечатляющие. С миддл кика начинают бойцы обмена миддл киками. Левый скачковый боковой. Оу, и колено навстречу. Как же опасно выбрасывает этот удар Асхаб Зулаев. И опять очередная попытка тейкдауна. Выходит из нее и сразу ногой встречает Килдебекова-Зулаев и еще один хайкик-блок. Если честно, Канат в данной фазе боя, такое ощущение, что не знает, что делать. Повалить не получается. В стойке, ну как минимум, нет преимущества. Тут, конечно, тяжело. Но при этом все равно продолжает прессинговать Килдебекова. Удар с разворота в голову, опять в блок. Вертушка. Снова бэкфейст. И, конечно, мощи не хватает Килдебекову в данной ситуации. Здесь нужно вырывать соперника. Когда соперник устойчивый, на ногах его просто нужно вырывать и переводить. Продолжает безуспешно пытаться перевести соперника в партер Канат Килдебеков. Контролирует он соперника в сетке. При этом нет тейкдауна. То, к чему он стремится. И попытка удушающего очередная от Сузылаева. Если там захвата, тяжело абсолютно разглядеть. Не тяжело вот такой захват здесь провести. Чересчур просто это было бы. Хотя он, пожалуйста. Он сейчас вот так вот пытался, пытался в борьбу перевести этот поединок Килдебеков. И в итоге получилось, что это удалось его сопернику. А тем временем, пять с половиной часов от затеи нашего эфирного времени. Это действительно поистине очень серьезный марафон. И самое интересное, уважаемые друзья, после этого боя нас ждет еще шесть противостояний. Все самое интересное только начинается. Асхаб Зулаев контролирует соперника в партере. Контролирует соперника в партере. Есть локти добивающие. Две минуты у нас до конца второй пятиминутки. Асхаб Зулаев увеличивает свое преимущество. Если в первом раунде он просто не давал себя перевести в партер, то сейчас он уже сам оказался сверху. Будет ли позиция маунт? Да. Есть позиция маунт. Очень жесткие локти. Очень жесткие локти. Это да. Сколько же сил и терпения кладет у каната Килдебекова. Очень жесткие. Прям вот этот блок Зулаев продолжает активно, активно атаковать. Давид, давид он дальше, все дальше и дальше. Переходит боковой контроль. Отключает руки Килдебекову Зулаев. Такое распятие и Американо. Попытка Американо обратного излома локтевого сустава. Не получается. Отключена рука. Это самое распятие, о котором мы говорили. И вот позиция халфгард продолжает проводить добивание Сабжулаев. И конечно тут советуют не вкладываться в удары, потому что всего лишь уже 10 секунд остается до конца раунда. Нужно, конечно, Асабу Зулаеву экономить силы, потому что впереди очень тяжелый третий раунд. Да, два раунда позади. И во втором конец. Третий заключительный раунд. Так, Асабу Зулаев не форсирует событие. В то время сейчас, конечно же, Килдебекову придется идти вперед. Ему нужно реабилитироваться. Оооо, хороший раунд, хороший удар с разворота. Бэккик очень жесткий со стороны Асаба Зулаева. Еще вот эта обманка показал руку. Канад Килдебеков показывает, что все нормально. Ты меня не удивил. Еще один удар. Да, действительно, очень интересный боец Канад Килдебеков. Не раз наблюдали мы в его исполнении подобные моменты. Это, конечно, заводит публику. Вертушка очередная. Видел все. Хороший хайкик. Со стороны Асаба Зулаева. Неуступчивый воин. Канад Килдебеков. Вынужден, конечно, если не признавать, то понимать, конечно, что очень тяжелый соперник у него сегодня. Отдал пространство он уже, в отличие от первых двух раундов, когда он пытался идти вперед. Здесь уже и силы не те, и накопительный эффект от пропущенных ударов также имеет место быть. натыкается на левый прямой Канад Килдебеков. Короткие руки у представителя Кыргызстана. Не достает его. Обманный супермен удары, а затем уже хайкиком догнал. Замаскировал, попытался замаскировать. Конечно, нужно предупреждать из раза в раз. Последнее китайское, как говорится, предупреждение выносит Ашот Ашугян. Да, перевалил за свой экватор уже. И третий раунд. Раунд поединок, более или менее равный в третьем, в третьей пятиминутке этот бой. Но все-таки есть некое преимущество Асхаба Зулаева. Он притягует, он хорошо отвечает. В принципе, все три раунда, наверное, за Зулаевым. Да, есть и кровь уже. Какой-то ближе их, второй был явно за Зулаевым. Тут хорошее колено от Асхаба Зулаева. Посмотрите на нос. Он кровоточит. Такое ощущение, что немного смещён в сторону от этих постоянных атак. Асхаба Зулаева ещё одно колено. С разножки. Очень много ударов. Коленеви сейчас амплитудный бросок. Асхаб Зулаев своего соперника заводит бросок. Полторы минуты. За полторы минуты до конца боя снова в позиции. Доминирующая для себя позиция находится Асхаб Зулаев. Пытается отключить руку соперника, чтобы уже свободно там обрабатывать его. Да, и конечно, очередной бой, который у нас доходит до судейского решения, именно этим обусловлено, потому что наш эфир, конечно, сегодня изрядно затягивается. позиция Хаусгарда и добивание от Асхаба Зулаева. Тем временем 45 секунд до конца этого поединка Саб Зулаев пытается закрепить свое преимущество. Сейчас он в мауте. Конфорт, возможно, досрочно завершить этот бой. Буквально последнюю силу обдаёт он на это добивание. Очень жёсткие локти. Добивающие локти. Да, времени уже совсем немного остаётся и Асхаб Зулаев просто наносит ущерб своему сопернику. Да, действительно, очень серьёзный ущерб. Ашхат Ашхигян может остановить этот бой, если не будет какой-то защиты со стороны представителя Кыргызстана. Да, так уже скажем. Всё. 10 секунд остаётся. Очень неприятные локти со стороны Асхаба Зулаева. Как же мужественно принимает на себя когда-то в педагоге. Возьмите в зону. А подсказы. Здесь всё очевидно, друзья. Это были хорошие бои. По завершении трёхраундового боя судьи были единогласны. Итак, 30-26, 30-26, ненагласным решением судей одержал победу и оставаясь незнающим поражением стал чемпионом гран-3 перпу Поздравляем Асаба Дулаева, это очень важная победа для него, очень серьезная победа. Асаб Солая!